Мурманский судомоделист Владимир Самойхин один из четырех мастеров в России, кто работает в масштабе 1 к 500. Любимая присказка автора – мелочи создают реальность. Этих мелочей и крошечных деталей Для одной модели нужно несколько тысяч и сотни часов работы над каждой судовой миниатюрой Увидеть микромодели можно в музее Мурманского морского пароходства Одна из миниатюр находится в коллекции президента Российской Федерации Владимира Путина Владимир Владимирович, до того, как включились камеры, я уже успела выяснить, что вот эта модель для вас имеет особое значение Расскажите, пожалуйста Это модель БМРТ 243 Ашкаббат Мой отец был капитаном, работал в травмфлоте Это его последний корабль Все модели сделаны в 500 масштабе И поэтому можно сравнивать реальные размеры кораблей Я всегда стараюсь делать, чтобы модель была живая Вот на этой модели сделан подъем трала То есть, вот, рыболовный корабль И он как бы в действии, в работе Подъем травла Все он как живой и настоящий А где вы берете все схемы, фотографии? Потому что с точностью у вас все сделано Это, конечно, самое главное, чтобы модель была абсолютно точной В этом и вся суть Но чертежи достаю разными способами Вот чертеж этого дорогого мне корабля Это мне прислали из КБ Нашего мурманского Правда, не помню, как оно называется Но это было уже очень давно, еще в советское время А чертежи из журналов, из интернета У друзей Так что разные способы Если заказная модель, то чертеж обычно заказчик предоставляет Говоря о заказных моделях, вы делали модель для президента России Владимира Путина Откуда поступил заказ и что это за модель? Это было в 2007 году Тогда вступил в строй новый атомный ледокол 50 лет победы И 4 мая 2007 года на его борту проходило заседание госсовета Возглавлял это заседание Путин Ну и от имени пароходства нашего мурманского Ему подарили эту модель Тогда Атомфлот еще входил в состав пароходства Где еще хранятся ваши модели? Для кого вы делаете? Есть ли у нас? И много ли у нас коллекционеров? Ну, я не знаю судьбу всех своих моделей Но я много лет сотрудничал с музеем мурманского пароходства Там небольшая выставка моих моделей 28 штук Делаю модели для атомфлота Атомные ледоколы Ну и частные заказы Я просто не знаю точно судьбу всех моделей Но они есть в Москве, в Питере, в Копенгагене, в Гамбурге В Лондоне, в Букингеме Ну, в принципе, судомоделистов не так много А тех, кто работает в таком масштабе, 1 к 500 Наверное, по пальцам пересчитать? Или у вас вообще нет конкуренции? Да я, честно говоря, насчет конкуренции не знаю В 1998 году была моя первая выставка в художественном музее И на эту выставку приезжал председатель судомодельного спорта России Ну, я, собственно, тогда был в этом деле абсолютно новичок И вот он мне сказал, что в этом Да, это вот 500 масштаб Это международный класс C4 Микромодель Вот он сказал, что в этом масштабе У нас в России работают 4 мастера Я четвертый А на чемпионате мира Куда меня приглашали, но я не смог поехать, работал На чемпионате мира в этом классе было 7 участников Со всего мира? Да, то есть это очень редкий стиль Именно микромодель Насколько я вижу, здесь все-все сделано из дерева Хотя первое впечатление, кстати, что это какой-то металл Вот в этом и вся суть Все модели сделаны из дерева, жести и оргстекла Но я очень долго разрабатывал свою шпаклевку Потому что все готовые шпаклевки мне не подходили Вот, долго разрабатывал свою шпаклевку И после покраски модель приобретает такой металлический отблеск То есть как настоящий корабль из металла Расскажите как раз об этой модели, которую вы держите в руках Я так понимаю, это все прямая связь с военным временем Ну, это модель немецкого тяжелого крейсера «Принц Евгений» В мае 1941 года он совершил атлантический прорыв Вместе с линкором «Бисмарк» Но во время этого прорыва «Бисмарк» был потоплен А «Принц Евгений» сумел уйти во Францию Столько много маленьких-маленьких деталей Сколько времени требуется, чтобы создать такую модель? Ну, модель уходит обычно от двух до четырех месяцев Зависит от ее сложности Вот эту модель я делал к четыре с половиной месяца Самое главное, чтобы модель была... Ой, да она еще и двигается все Главное, чтобы модель была живая В принципе, это игрушка для взрослых людей Взрослый сантиметровый в вертолете Какие-то миллиметровые буквально пушки А какое изделие, может быть, какая часть корабля Самая-самая маленькая? Что вы сделали? Ну, допустим, компас на модели у меня Два-два с половиной миллиметра высотой То есть вы пытаетесь создать все с точностью? Самая суть Сделать модель максимально точной Мелочи создают реальность Вот чем больше мелочей сделано, тем точнее модель Тем больше она похожа на настоящую Я вот иногда ставлю модель И смотрю на нее в бинокль И такое ощущение, как будто вот из перескопа подводной лодки Ты смотришь на настоящий корабль Вот именно поэтому они у меня сделаны все по ватерлинию Не полный корпус, а ватерлиния Потому что они смотрятся вот как настоящий корабль Как мы привыкли их видеть Вот так он стоит на воде Вот, кстати, тоже интересная модель Это английский эсминец Нерисса Он сопровождал конвои в Мурманск И вот в 2005 году, когда я делал выставку для конвойщиков Ко мне подошел один англичанин Он показал фотографию Вот он, молодой парень, 17 лет И фотографию своего корабля, на котором он служил В Польском заливе, в заснеженной сопке И стоит его корабль Я присмотрелся и ему показывал этот И это надо было видеть его глаза Какими глазами он смотрел на эту модель Я в одном из интервью с вами читала Что направление такое, как вообще исторические корабли военные Корабли военного времени для вас Не случайное направление У вас воевал дед Да, дед в 1932 году приехал в Мурманск из Белоруссии И ходил в Трофлоте рыбаком Ну а когда началась война, он служил на торпедных катерах Пулеметчиком Ну, собственно, после войны опять вернулся в Трофлот Всю жизнь здесь, на севере Да у меня вообще как-то вся семья получается морская И дед моряком был, и отец капитаном А вы по стопам не пошли? Я даже в армии не служил То есть моряходку не судьба была поступить? Выходит, не судьба Я сухопутный моряк По душе А что для вас, вот, главная оценка вашего творчества? Вашей работы? Вот, кстати, работа это все-таки или творчество сегодня? Ну, я думаю, что это в любом случае творчество Даже если за него платят Работой это назвать сложно Потому что из-под палки насильно это не сделать Это только когда есть желание, есть вдохновение Вот тогда работаешь и все получается Я уже давно заметил Если себя заставлять что-то делать, толк не будет И вообще, меня два раза звали на чемпионат мира По судомодельному спорту Но я сразу сказал, что для меня это не спорт Для меня это искусство Поэтому я не понимаю, как эти модели можно оценивать Ставить баллы Тем более оценивать, наверное, как спорт Да вот именно Я понимаю, когда ходовая модель Там полный корпус, все на воде Это еще можно назвать спортом А стентовая, микромодель По-моему, это все-таки искусство Ну чем сейчас работаете? Или может быть что последнее? Последнее я как летчик никогда не называю Крайнее А сейчас я делаю модель атомного ледокола Таймыр Это заказ атомфлота Я для них уже сделал ледоколы 50 лет победы Ленин, Ямал Вот только недавно сдал И сейчас делаю таймыр Ну это тоже работа не очень простая Где-то месяца три Да, вот когда я делал 50 лет победы Первый раз Я из интереса Модель очень сложная и интересная Из интереса посчитал Так вот на этом ледоколе 440 иллюминаторов Размером полтора миллиметра На один, две десятки Вот такие вот И все-все этого делали? И все это должно быть не просто А именно в том месте, где оно должно быть И леера на нем Я вот паял Потом посчитал Примерно три с половиной метра Это вот расстояние между стоек Три миллиметра Высота леера два с половиной Вот эта пайка Три с половиной метра А если погрешность? Если миллиметр право, миллиметр влево? Ну я думаю, эту погрешность Никто не заметит Кроме меня Но честно говоря Я самострогий судья Своим моделям Даже если никто не видит Но я-то знаю И уже душа неспокойна Все должно быть точно Все переделываете Заново начинаете Из-за того, что где-то ошиблись Нет, честно говоря Такого случая не было Чтобы я полностью переделывал Какие-то отдельные детали Да, иногда приходится переделывать Но так, чтобы полностью Нет Все-таки опыт уже есть 21 год Я делаю 120-ю модель Пора и научиться А с чего все начиналось? А вот Можно я вам покажу сейчас книжку С которой все это начиналось? Да, конечно Мы сейчас можем Как мы прервались его на секунду Для того, чтобы вы взяли Все началось С этой книги Книгу Флот на ладони Это польский автор Здесь представлены чертежи Довольно легких Таких, я бы сказал Примитивных моделей Для начинающих Вот с этой книги все и началось И какого она года? В каком году она к вам попала в руки? Честно говоря, точно я не помню Сейчас посмотрим Восьмидесятый год Но ко мне она попала позже Я занялся моделями 21 год назад А какая первая была модель И вот успешно она сразу же все получилась? Или так? Первая модель была как раз По этой книге Из Минец Нериса Но не эта, которая сейчас А та первая, она не сохранилась Ну Честно говоря, у меня есть тут Несколько старых моделей Но показывать их не очень-то интересно Они совершенно примитивные Ну это как От простого к сложному С каждой моделью я что-то усложнял Совершенствовал Какой моделью вы гордитесь? Может быть больше всего времени? Больше всего труда? Больше всего творчества? Больше всего времени у меня ушло на модель Авианосца Адмирал Кузнецов Показать я ее не могу Но она сама по себе очень большая 63 сантиметра Это, пожалуй, самая большая моя модель Ну и деталировка там, конечно, очень сложная Причем я же всегда люблю оживить модель Я на этот авианосец сделал все типы самолетов Которые на нем Вертолеты Ну, в общем, как оживил палубу Все это заняло, конечно, много времени Почти 5 месяцев Но модель того стоила Вы, работая над каждой моделью Наверное, досконально изучаете историю корабля Да, это очень интересно Сначала узнать историю корабля И когда его делаешь Это очень помогает в работе У меня вообще была такая идея Создать корабли, которых не было Вот этот крейсер был заложен в 1939 году В Ленинграде Перед войной Их планировали построить 16 штук Ну, как у нас чаще всего бывает Заложили один, началась война Ну и после войны его уже не стали доделывать И у меня была такая идея Создать серию корабли-призраки Корабли, которых нет Вот крейсер Хронштадт Линкор Советский Союз И в 1939 году В СССР был разработан Первый проект нашего авианосца Ну, который тоже не был осуществлен Вот один из них я сделал Крейсер Хронштадт Причем вот на нем флажками Я его сделал, как на параде На нем флажками Военно-морскими вот такими Написана фраза, которая обозначает Место и год постройки этого корабля То есть каждый флажок это одна буква А как каждый флажок одна буква? Ну, существует военно-морской код флажный Вот один флажок означает определенную букву Вот здесь 124 флажка А можете нам прочитать? Ой, текст я уже, честно говоря, сам не помню Это было очень давно Уже больше 10 лет Это можно со справочниками Каждый флажок? Ну, у меня есть этот справочник И в принципе можно Было Попробовать Когда на выставке вот эта модель стояла В 98-м году Мне потом интересную историю рассказали Что приходили школьники Вот смотрели эту модель Экскурсовод им рассказал А я никому не говорил этот текст Просто кому интересно, пусть сам узнает И школьники действительно прочитали эту надпись Пришли вот с этим словарем военно-морским И прочитали Да какой интерес? Если был бы словарь, то же бы сейчас сразу же схватило бы Где-то у меня текст записан Но найти его уже сложно А вообще корабли, они ведь как люди Вот почему их интересно делать У каждого корабля своя судьба Вот есть корабли Белые франты, аристократы Есть работяги, есть военные То есть все как у людей И каждый корабль имеет свое имя как человек Я вообще люблю все модели Самолеты, танки, автомобили Но вот делать, делать именно корабли По-моему корабли из всех Самые живые А вот это что за модель? А это модель теплоход 30-х годов Жданов Он ходил на линии Ленинград-Лондон Ну а когда началась война, он был мобилизован И в 41-м году во время эвакуации гарнизона с Ханка Он подорвался на мини, погиб Есть также вот модель теплоход Сталинград Тоже кораблик вроде и невзрачный Вроде и невзрачный кораблик, но очень интересная судьба Он участвовал в спасении челюскинцев На его борту доставлялись самолеты, которые спасали челюскинцев А когда началась война, он был мобилизован и ходил с северными конвоями И в 42-м году был торпедирован немцами и погиб около острова Медвежий То есть у вас столько моделей, садов которых уже нет Ну да Так вот именно с помощью маленьких моделей сохранить большую историю флота И чем хороша коллекция, она хороша чем? Она должна быть в одном масштабе То есть можно реально сравнивать размеры кораблей Какими они были И вот даже если просто представить, как вот Адмирал Хиппер Вот этот огромный крейсер Обстреливал вот такие кораблики Раз-два и нет Да Я всегда занимался тем, что мне нравится Вот когда я был школьником, я занимался лепкой из пластилина У меня была сделана панорама Бородинского сражения Вот два письменных стола Больше 500 солдат И я всегда люблю точность Вот солдатики были вот такие, но там была каждая пуговица И все как арбит Все как положено Но я никогда не был как публичным человеком, понимаете? Когда в 8 классе учительница увидела вот это вот И предложила на городскую выставку в Дворец пионеров Я тут же устроил войну Я читала также статью о вас Их было, я даже не берусь посчитать, сколько она нашла Больше 50 Больше 50 И вот в одной из этих статей было сказано, что началось это все еще раньше, чем вот эта вот книга попала к вам в руки А в школе когда мама вам купила какую-то книгу про исторические корабли? С этого началась, как, вся история, собственно, с этого и началась В 1971 году мама подарила на день рождения мне книгу «История русского флота» Она у меня сохранилась где-то, вот у меня вообще большая библиотека по истории флота Она у меня есть, эта книга Вот И это я учился еще в 7 классе И с тех пор я просто увлекся, ну, загорелся историей флота Сначала я тоже эти кораблики, там, целые панорамы делал из пластилина Там какой-нибудь морской бой, все это Ну, а потом вот дошел до дерева, потому что оно более долговечное А какие еще материалы пробовали, кроме дерева? Нет, больше ничего Технология уже, как говорится, отработана Дерево, жесть, проволока, оргстекло У меня есть модель, я ее сейчас переделываю, она в ремонте Но я вам покажу Английский крейсер Белфаст Очень интересная судьба Их было построено два однотипных, Эдинбург и Белфаст Эдинбург был потоплен английской лодкой С золотым запасом, который перевозили из России в оплату Ленглиза А потом в 80-е годы с Эдинбурга часть этого золота подняли Вот А Белфаст, он прошел всю войну Участвовал в уничтожении немецкого линкора Шанхорст И сейчас он стоит на Темзе в Лондоне Как филиал морского музея То есть он до сих пор существующий Но в 50-е годы он прошел Капитальный ремонт, его переделали А у меня модель именно такой, как он был в 1942 году В камуфляже зима 1942 года Вот таким его видели в Мурманске Он сопровождал конвои в Мурманске И на выставке для ветеранов тоже нашелся один ветеран, который на нем служил И вот когда встречаешься с такими людьми, как бы, ну, сама модель оживает Потому что одно дело, когда ты смотришь просто вот на кораблик А другое дело, когда рядом с тобой человек, который на нем служил, реально воевал И рассказывает тебе о том, что и как было Во время войны у нас флот-то был довольно маленький, северный флот Я вот сделал два основных типа эсминцев, которые были у нас на флоте Вот эсминец Гремящий Наш знаменитый гвардейский Это знаменитая семерка Была такая серия, семь А это продолжение этой серии эсминец Серегущий Это была серия семь У Причем интересная история Как вы видите, этот эсминец с одной трубой У него одно котельное отделение А этот эсминец с двумя трубами У него два котельных отделения Когда начали выпускать первые эсминцы, семерка Оказалось, что один английский эсминец потерпел крушение И он как раз был с одной трубой, с одним котельным отделением И когда это дошло до Сталина, он приказал переделать проект И сделать обязательно, чтобы было два котельных отделения Ну вот этот проект переделали и сделали два котельных отделения Для большей живучести корабля Но оба эти корабля воевали у нас здесь на севере Сопровождали конвои И какова была их судьба в дальнейшем? Ну, честно говоря, я не знаю их послевоенную судьбу Но всю войну они прошли Остались живы А сколько мы кораблей вообще потеряли за время войны? Ну, честно говоря, я не знаю таких сведений Сколько мы потеряли Ну вот я читал о северных конвоях У всех на слуху судьба конвоя по Ку-17 Как он был разгромлен почти полностью Очень много кораблей погибло Но с другой стороны За всю военную историю северных конвоев Погибло всего 7% кораблей У вас есть какая-то мечта Сделать вот какой-то корабль До которого руки ли не доходят Или он очень сложный? Мечта вообще-то есть такая Я же говорю, вот в отличие от художника Я как скован в своей фантазии Я делаю точные копии Но у меня мечта Сфантазировать, сделать Красивый пассажирский лайнер Которого вообще нет Который будет именно мой Спасибо большое, что делили время И познакомились со своим творчеством И вам спасибо Это была программа Проще говоря Смотрите каждый понедельник на телеканале Арктик ТВ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok